Всем привет, ребятки! С вами Анатолий Барыга печами и дымоходами из интернет-магазина Жарпарком. И я нахожусь на выставке салон Камина вот здесь, на стенде компании Царь Печи. И здесь, смотрите, вот в 2019 году я вижу прямо кучу изменений, которые визуально видны, прям вот свежим взглядом. Во-первых, печи, которые прямо вот имеют красивую какую-то ковку, прям вот бомбезно, элегантно. То есть раньше такого не было. Дождались, наконец-таки. Смотрите, какая сетка шикардосная. Широкая, сюда в два ряда можно камней положить. Что отопительные печи теперь имеют привлекательный дизайн. Раньше было пострашнее, я всегда честно говорю. А сейчас вообще просто шикарно! Не знаю, может быть конструктора нового взяли, может быть старого напинали. Итак, что видим? Видим печку с парогенератором. То есть, фу, с парогенератором. Заговорился, заболтался с паронакопителем. Вещь хорошая, но тут ровно через одну печку стоит охренительная конструкция. Да и печка, кстати, классная, как я вижу. Толстостенная в овоще. И красиво сделана. Вообще четко. И заметьте, 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 да, это, пожалуй, первый производитель, который стал использовать, если я не ошибаюсь, поправишь меня. Это Церта Кракелюр? Это патина. Патина, ну... Ну, это Церта Кракелюр. Ну, это не Церта. Ну, Кракелюр. Элкон. Это наша новая разработка, специальное покрытие, краска стандартная, но мы научились делать вот такую стерену. То есть, в царь печах или в элконе? Нет, в царь печах. Ядрить, вот это вы красавчики. Это специальная технология нанесения, которая мы знаем, и получается вот такая фишка. А какая температура держит? Ну, как нормальная стандартная краска, да? Ну, держит стандартная краска, да, краска, то есть, 700 градусов. Слушайте, какие вы молодцы в этом году, вообще респектос, уважуха, подсчет. Вот эти вещи можем делать любые на заказ. Серега, привет, и так далее, и тому подобное. Снюхай. На любую печку, то есть, можно печку заказать, там, бате от благодарных сыновей. Да, именно так. Слушай, ну я, на самом деле, чертовски жду от тебя рассказа вот про эту вещь, потому что это похоже на паронакопитель, но исходя из того, что здесь проходит дымоход, здесь идет дым, газ горячий, здесь горячий газ, то это уже полноценная закрытая каменка, наконец-таки. Да, расскажу. Это наша новинка в этом году, наконец-то мы сделали закрытую каменку. Закрытая каменка у нас универсальная, она съемная, подходит практически на все наши печи. То есть, даже те люди, которые ранее покупали наши печи, они могут купить вот эту вот закрытую каменку и поставить на свою печку уже в действующую баню. Ура! Вот это вообще респект, почет. То есть, вообще, ребят, если у вас царь печи толстостенная, вот, вот эту вот штуку прям берите. Сколько денег сразу скажи на 2019 год? В рознице эта вещь сейчас у нас стоит 5 900. Да вообще божественно, недорого. Это с воронкой вот прям целиковая. Она съемная, то есть она снимается, устанавливается на гильзу, именно на дымоход. А вот эта вот нержавейка, судя по всему, толстая при том. Да, миллиметровая. Значит, в чем фишка данной каменки? Нету дверок, вообще ничего нет. Она полностью закрытая, камни сюда устанавливаются через верхнюю крышку. Сейчас я ее сниму, она достаточно плотна. Здесь вот так. Ну, разбирать не буду, но смысл заключается в следующем. То есть, вот эти все вещи, они разборные. То есть, каменка приходит в разборном виде. Отдельно воронка, крышка и шланг. Шланг, кстати, обратите внимание, из нержавейки тоже, в том числе. То есть, закладываем камни через верхнюю крышку плотненько. Здесь нагрев происходит от самой топки, потому что дно у каменки, оно отсутствует. Поэтому камни лежат на самой горячей топочной вещи. Ну, да, я покажу. На своде и на гильзе. То есть, съем происходит с трех вот этих вот самых горящих мест. То есть, камень нагревается очень до высокой температуры. Далее, камни наполнили и делаем замкнутый контур. Когда заливаем воду в воронку, в ней стоит обратный клапан. Ну, уже известно для чего, чтобы пар обратно не выходил. И в шланге из нержавейки имеются отверстия, которые плавно распределяют по всему периметру. То есть, заливка на камне идет не в одну сторону, а по всему периметру идет. Вот таким способом. А внутри шланга что-нибудь есть? Внутри шланга мы, кстати, не стали... Да, внутри шланга мы не стали сейчас забивать болтики, гаечки. Но, кстати, версия тоже неплохая. Почему? Потому что отверстия, которые мы делаем в шлангах по испытанию, они, в общем-то, распределяют равномерно. То есть, нет такого момента, что с одной стороны льется, с другой стороны не льется. При желании можно, конечно же, сюда и гаечки заполнить. Просто эта конструкция удорожает. Но пока она как-то... Абсолютно верно. И гайки вам дадут еще, ребят, грохот такой. Так здесь есть образный клапан. Звуковые такие, да, вещи. А так... Бурлящие. Ну, на ваше усмотрение. Ну, в общем, это, грубо говоря, паровая пушка Могола без гаек. Абсолютно верно. И... Ну, упрощенный вариант. Упрощенный вариант. Да, для того, чтобы, по крайней мере, распределение было именно по периметру. А не просто вливалось в одну сторону. Ну, ждите звонка Рустам Камильевича. Он уж будет рад. Все, дальше ставим. Закладываем сюда еще камни. Она крышечка еще прижмется. Все. И поехали. Основной момент. Весь пар выходит через эти отверстия или через щель, которая вот здесь у тебя есть. То есть, дополнительно. То есть, здесь свободный выход в открытую камень. То есть, с этой стороны и с другой стороны. Вот такая вещь. И, кстати, не бойтесь ее перелить. Во-первых, это сделать будет достаточно трудно. Потому что здесь все-таки очень много поверхностей, которые раскалены. Камни здесь очень хорошо тоже накаляться будут. Почему не бойтесь перелить? Потому что та вода, которая, допустим, будет вытекать вот отсюда, она будет вытекать на горячие камни, которые вот здесь вот идут. Вообще отлично. Супер. А скажи, пожалуйста, а сколько сюда камней влезает? Ну, если хорошо плотненько укладывать, что рекомендуется, то где-то порядка 30 килограммов. Не меньше. То есть, печка закладывается камнями вот так вот вровень. И, слушай, ну тут можно даже сетку какую-то придумать, не знаю. Хотя камни будут холодные, ну не знаю. Да, ну смысл уже не пропадает. Ну или наварить какую-то. Потому что камни в открытых каменке, они вот примерно до середины укладываются. Поэтому уже остается там кусочек. По большому счету. Сюда может быть все равно полосу спустить, что-то красиво. Учтем. Коронарно. Ну это я просто свое мнение говорю. А так вообще отлично, супер. А вот это вот тоже закрытая каменка. Да, это упрощенный вариант. Во. Делали ее с дверкой. Но единственный момент, то есть здесь все стандартно. Закладываются камни, поддается то, что вот привыклось по старинке. Но опять же надо быть аккуратным по поводу обратки, скажем так. То есть это можно, по крайней мере, предварительно прописать. И прописано в инструкции. А не проще было бы не делать здесь дверцу, а сделать ее вот здесь вот открыл, и выход пара вверх. Абсолютно верный как бы вектор. То есть у нас... Это дверца остается как для закладки камней. Да, да, абсолютно верно. Да, да, да. Есть такая каменька уже сделана. А, просто... Нет, не знаю. Ну надо подумать. Ну, в общем, а сколько такая стоит в 2019-м? Здесь эта каменька 3900 стоит. 3900. И тоже на любую печку практически ваша? Да, да. Эта каменька тоже на любую печку. Это, это и... Да, мини. Мини, кстати, 1800. Это уже не закрытая каменька, это уже паронакопитель. Это паронакопитель, да, абсолютно верно. Ну что, респект. Вы прямо вот порадовали старичка Анатолия и ваших покупателей, тех, кто уже купил в этом году. Прямо, блин, респект. Ну что, спасибо большое. Спасибо тебе. Ну что, наверное, нужно последний вопрос задать. А в 2019-м году из какой толщины стали вы делаете печки? 8-10. О, респект. Как делали толстостенные, так и делают. Отчет, уважуха. Ну что, хороших продаж и хорошего сезона. Спасибо.